Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ. И это рубрика «На чём фармить?» Третий выпуск. И на чём же мы будем фармить в это нелёгкое время суток? Будем фармить пытаться на СУ-100. Итак, это у нас машина шестого уровня, опять-таки, потому как машины шестого, пятого уровня лучше всего фармят, есть исключения на синемом уровне, но всё-таки там уже не так весело. Чем же выделяется наша сушка и почему на ней можно фармить, и причём успешно? Да потому, что танки, которые наносят урон, они и получают в результате много кредитов. Но, разумеется, сушка это делать может. У нас есть великолепное орудие, 122-мм, которое у нас устанавливается и на танк ИС. С разовым уроном в 650 единиц и пробитим в 175 мм. На седьмом уровне, если оно и не выглядит грозным, если вы попадёте в девятые уровни боёв, то на шестом уровне оно выглядит более чем сильным. И если уж кто-то решит получить от вас плюху, то мало ему не покажется. Некоторые противники даже боятся просто выезжать. Это как такая ИСУ на восьмом уровне, только вот у нас здесь сушка на шестом. Примерно то же самое. Хотелось бы отметить и то, что сушка также подвижная машина, потому как сделана на базе 34-ки. В результате мы имеем примерно такую же динамику, а это позволяет нам действовать вместе со средними танками. А учитывая нашу мощность орудия, мы можем очень и очень неплохо так раздавать противникам. Если особенно будем ездить вместе со средними танками и стреляться со средними танками. Против тяжёлых танков действовать сложно, в том плане, что хп у нас мало, брони тоже не шибко много, пусть есть какой-то наклон, но миллиметров там мало. 75 миллиметров не спасёт нас ни от чего. А если мы будем против каких-нибудь королевских тигров, то буквально две плюшки, и мы ушли в ангар. 980 хп явно не способствует нашему выживанию. Поэтому данную ПТ-шку можно использовать для игры из кустов, то есть обычная тактика ПТ-шки держаться как можно дальше от поля боя, так скажем, балансировать на грани и расстреливать. Но эту тактику нам не даст отыграть наше косое орудие. Да, оно мощное, и всё-таки с пробитием у него более-менее, но беда в том, что оно реально косое. И сведение 3,5 секунды, если учитывать то, что у нас стоит стабилизатор привода и досылатель. В общем, максимальный круг тоже не самый приятный, потому на данном агрегате играть не шибко комфортно. Вот сейчас стрельнул с кваса, попал в 34-ку. Вот такое вот везение. И результат, сейчас стрельну ещё раз в кваса, не попаду по своей дурости. Но неважно. И так уже есть какой-никакой урон, который я нанёс в этом бою, и всё равно эта машина сейчас отправится в ангар. Вот так вот. Итак, как же фармить СУ-100? А вот как. Опять-таки 5 боёв. Рассказываю. Первый бой победа. 4200 урона. 700 хп у меня осталось. Это именно вот этот бой. Сейчас я показываю вам. Чистыми получил 33700. Это с премиум аккаунтом. Далее. Следующий бой. Поражение. 2100 урона. Я, разумеется, помер. 14200 чистыми. Третий бой. Победа. Я нанёс 3000 урона. У меня осталось 700 хп снова. И... Получил я 29200. Поражение. Четвёртый бой. Поражение. 1100 урона. Самый такой сливной. Буквально 2 выстрела с полным уроном зашло. Опять-таки умер. Но получил 17000 чистыми. И последний бой. Это победа. 4000 урона. Пол хп осталось. 32000 чистыми. Получил. И давайте прямо сейчас и посчитаем, сколько у нас получилось. Три раза по 30 это 90. И плюс ещё раз, собственно, по 30. То есть, примерно около 120 тысяч, может быть, где-то 125, мы зафармили за 5 боёв. Если сравнивать с КВ-2, это, насколько я помню, больше. Но если сравнивать с ИСом, это меньше. То есть, да, вы сможете фармить с премиум аккаунтом на данной машине. Да, в принципе, даже без премиум аккаунта сможете, но меньше намного. Но, учитывайте, что вот такие вот цифры у нас примерно выходят. Где-то около 125 тысяч за 5 боёв вы сможете получить. И это исключительно то, что было 2 поражения и 3 победы. Играл я во взводе, разумеется, потому как это хорошая возможность поиграть подписчиками. И почему бы, собственно, и нет. Возможно, если вы будете играть в команде, то тоже у вас будет винрейт повыше. Так же, как у меня было в предыдущих двух видео все 5 боёв победы. Особенно, если играть на каких-нибудь имбо-танках по типу ИСов. Так что сможете фармить неплохо. Но, разумеется, пока из не премиум машин и самый лучший. Но это просто потому, что мало машин было разобрано. Следующий всё-таки разбор будет, скорее всего, УСУ-101 фарм. И как раз материал на неё я уже собрал. Скажу вам, всё очень даже прилично. Если уж вам нужно что-то для пофармить, то вы сможете её рассмотреть. Но об этом подробнее именно в видео про сушку. А сейчас у нас СУ-100. Я, в принципе, могу её рекомендовать для фарма. За час вы сможете получить примерно около 250 тысяч чистыми. То есть, поиграв денёк, миллиончик сможете вывести. А миллион – это вполне себе неплохая сумма. Но всё-таки СУ-100 скорее всё-таки для развлечения. Не совсем для фана. Да и попадая в бои с восьмёрками, вы не то чтобы будете страдать, конечно. Но будет неприятный осадок, если по вам будет стрелять какая-нибудь ИСушка и ваншотить. Или какие-нибудь ИСы будут тоже с одного выстрела при удачной Альфе уносить. Ну, хотя нет, ИСы-то вряд ли. Но какие-нибудь другие танки – возможно. Ничего приятного в этом плане вы не найдёте. Либо же ставить нужно модуль на ХП, который даст нам шанс выжить после выстрелов каких-то более серьёзных орудий. В целом машина очень хороша. На шестом уровне, конечно, аналогов я из ПТ найти не смогу. Какой-то соснулый Як-Панзер, по которому мне стоит сделать рубрику «Самый соснулый танк». И что у нас у американцев? М-36. Но М-36 в принципе неплох. У него есть и башня. Ну да, орудие у него тоже косое. Но он всё-таки лучше, чем Як-Панзер. Разумеется, Сушка занимает у нас, так скажем, первое место. Лидирует по самой фановости игры, как из ПТ шестого уровня. Я думаю, она так и останется любимицей многих игроков. В принципе, мне она тоже нравится. Но это не та машина, на которой я готов играть сотни боёв. Мне больше по душе какой-нибудь штук три на голде. Но это уже, собственно, мои собственные предпочтения. Никому их навязывать не буду. Да и штук три сейчас уже, скорее всего, не тащит. Я в ней выкатывал очень-очень давно. Итак, итог. Как итог, фармит машина довольно неплохо. И если она у вас есть, то можете не продавать, оставить. И играть на ней иногда интересно. Хотя не всегда. Ну вот, великий советский вертухан Шерман отправляется в ангар, разумеется. Ну и на этом я заканчиваю. Если она у вас есть в ангаре, можете смело оставлять, фаниться и зарабатывать серебро. Но если нет, то, наверное, это не первоочередная цель. Ну а с вами был Крюга ТВ. Всем удачных боёв, нагибов на полях сражений. Увидимся там же. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok